Дзюдо Руслану Попову восемь. Уже почти год в его расписании по вторникам, четвергам и субботам свободного времени нет совсем. Утром школа, во второй половине дня, спорт в Красноярскую детско-юношескую школу Олимпийского резерва под дзюдо, он приходит трижды в неделю. Здесь товарищи и друзья. Первый и самый терпеливый тренер. Бросить хоть себя, а не в сторону, километр от себя. Этот вид спорта я выбрал, потому что у меня папа был бывший тренер под дзюдо, и мне тоже захотелось бороться. Скажи про соревнования, интересно было? Да, там я выиграл две схватки и на финале проиграл, потому что мне дали взрослого на один год старше, но силы побольше. Олег Сергеевич Вакуленко тоже пришел в спорт ребенком. Коренной красноярец, он рос в промышленном районе, учился в обычной средней школе и вместе с одноклассниками летом гонял в футбол. А зимой катался на коньках на собственноручно залитом катке. В седьмом классе встретил своего первого наставника. Так в его жизни появилось боевое искусство. И не догадывался тогда 13-летний подросток, что именно с него и его юношеских побед начнется история красноярского дзюдо. Не я выбирал, меня дзюдо выбрало. И нас воспитали, меня в том числе, те люди, которые тренировались по самому. В 16 лет я выполнил мастера спорта. В 18 я стал мастером спорта международного класса. В 69 году в 10 классе я уже ездил за границу, выигрывал турниры. Неприлично говорить, но первое кимоно было у вашего покорного слуги. И оно было одно кимоно на весь Красноярский край. Да, года, наверное, полтора. Вся его жизнь связана с красноярским спортом. Олег Сергеевич вспоминает, что когда-то в городе на Енисеи было 5 школ Олимпийского резерва под дзюдо. А в крае работали почти 300 высококвалифицированных тренеров. В конце 70-х, в возрасте 28 лет, после тяжелых травм Олег Вакуленко закончил спортивную карьеру. Но без дзюдо жить не смог. На протяжении 10 лет был тренером сборной страны. В его трудовой книжке есть запись «Инструктор по спорту». Этот известный красноярский спортсмен помнит, как появилось женское дзюдо. Женское дзюдо, так скажем, мы начали культивировать. Я так как ответственный за это дело. Вышло постановление, как у нас бывало. Вышло постановление. Многие тренера смеялись над этим. Потом появилась даже вольная женская борьба. И что самое интересное, что в вольной борьбе в Красноярске первые результаты показали наши воспитанницы, дзюдоистские и саммисты. Алена Федулова. Ее имя называют в числе наиболее перспективных молодых красноярских спортсменов. Забросив танцы и музыкальную школу, еще ребенком она увлеклась дзюдо. Сначала для самообороны, так хотел папа. Позже это стало ее собственным, осознанным выбором. Тренируется девушка 6 дней в неделю, дважды в день. Нагрузки серьезные. Я считаю, что каждый вольст сложный. Вот сюда. Чтобы его выбрать, нужно психологически настроиться. Скажи дзюдо, это борьба с соперником или прежде всего с собой? Дзюдо. Я думаю, и с самим собой, и с соперником. Это такой вид спорта, что нужно и себя преодолеть, и соперника. В школе говорят, что тренируется Алена с редким упорством. Есть характер, а значит и перспективы. Подшучивают. Есть один недостаток. Сладости очень любит. А это на здоровье и вес сильно влияет. Сама же девушка планы на будущее строит наполеоновские. Программа «Минимум» повторит успех Дмитрия Носова. Максимум в плане спорта. Конечно, выиграть олимпиаду, как в каждой спортсмене, я считаю. А когда в институт идти не нужно, и до тренировки еще пара часов, есть время на простые девичьи радости. В этой отнюдь не спортивной обстановке она мечтает уже о другом. Детей, семью, как и каждый человек мечтает о детях и о семье. Филипп Иванов, Даниил Москаленко, Ольга Артошина, сестры Татьяна и Ирина Сордия, Дмитрий Стерхов, Лео Фогель. Эти красноярские ребята пока только мечтают об участии в Олимпийских играх. А этот человек еще в 1988 году представлял не только наш регион, но и всю страну на главном старте четырехлетия, в 14-х Олимпийских играх в Сеуле. Олимпиада, конечно, это здорово. Это интересно, это красиво. Когда изнутри, это вообще по-другому все. Это не как смотрят сейчас по телевизору еще. Когда в Олимпийской деревне все легенды спорта там ходят, где-то взрослые спортсмены уже опытные, те, кто первый раз молодые. Ну, здорово. Федерация дзюдо появилась в Красноярском крае в 1973 году. Последние 10 лет ее возглавляет Виктор Поддубный. По мнению чемпиона Европы 1987 года, огромный вклад в развитие красноярского спорта и дзюдо в частности внесли Петр Трутнев, Владимир Гулидов, Сергей Космынин, Олег Мальцев. Надеюсь, что все равно в будущем будет еще лучше. Но был период, наверное, когда действительно от сборной Красноярского края, сборной страны было там и по 4, и по 5, и по 7 человек. В первенстве Советского Союза достаточно серьезные были соревнования, если сейчас анализировать, было там по 2, по 3 чемпиона. Ну, мне кажется, при желании и при нормальном подходе, все впереди. Чтобы вырастить чемпиона, нужны годы работы. И начинается все с маленьких залов в родных городах будущих триумфаторов. Освоить броски и подсечки, научиться красиво побеждать и достойно проигрывать – все это только предстоит этим ребятам. Но самое главное – им нужно научиться побеждать самих себя на татами, свой страх и волнение перед боем. Восьмилетний Руслан это понимает и готов упорно работать над собой. На этом все. Все сюжеты ты можешь посмотреть на сайтах playoff24.rf и optiv.ru. Кроме того, заходи в нашу группу ВКонтакте, смотри плей-офф, будь в форме! Субтитры подогнал «Симон»!